Всем привет и прекрасного настроения! С вами Татьяна Андучак, Михаил Кудрясов, и сегодня мы поговорим с вами про тему, которая у многих вызывает сомнения под названием «Перехват инициативы». Ну что, давайте разбираться. Итак, первое, что я хочу сказать вам, дорогие партнерши, не умейте, не беритесь. Это реально момент очень опасный, учитывая, что в последнее время в первую очередь судится чистота исполнения. Для меня, как для партнера, сам принцип «Перехват инициативы» даже приятен. Потому что мне кажется внутренне, что у партнерши всегда есть чуть лучше идеи, чем моя американка, поэтому когда она делает «Перехват», я в целом радуюсь. Однако, для меня «Перехват инициативы» должен быть максимально понятен. То есть, девчата, когда вы внутри какой-то хореографии хотите что-то сделать, не поведению, сначала проинформируйте меня, пожалуйста, в коннекшене. Так получилось, что я не очень хорошо вижу, но зато хорошо чувствую. Если вы начинаете через коннекшен передавать мне информацию достаточно явно, то я, скорее всего, это пойму. Что значит достаточно явно? Вот смотри, девчата, когда вам кажется, что вы уже практически смяли руку партнера, скорее всего, в этот момент партнер такой «Чего-то там происходит». А теперь вспоминаем, что на турнирах АСХ все мужики в целом находятся в стрессе, и когда вы что-то делаете, они на этом стрессе могут даже не заметить. Поэтому давайте мы с вами условно договоримся, когда вы информируете партнера о чем-то, то вы будете информировать не так, как вам понятно, а как точно он поймет без намеков и два раза. Давайте приведу пример. Например, я вывел партнершу на передний слот. Если Татьяна хочет здесь сделать что-то свое, она вот здесь будет меня информировать. Все понятно вроде информирует. Хорошее слово. Что делать-то реально, Мишань? Рассказываю. Значит, первое. Если вы начинаете или хотите сделать что-то в позиции, когда мы далеко друг от друга, и у нас фактически натяжение, то само натяжение вы можете постепенно, утрированно увеличивать. Таким образом, что я пойму, о, там что-то происходит. Это самое главное для мужика, чтобы он обратил внимание, что там что-то сейчас или вот-вот уже начнется. Второй момент. Если мы, наоборот, находимся очень близко, тогда за счет увеличения давления вы также можете проинформировать партнера. Но обычно это работает не очень хорошо. Поэтому у нас, слава богу, есть понятие тактильного маркера. Берем, например, наш любимый верхний спин-поворот. Я поднимаю руку, тем самым говорю, дорогая, хочу верхний спин. Вы, девчата. Партнерша может создать дополнительную точку контакта. То есть, ваша свободная, в данном случае левая рука, может примаститься где-то на теле партнера. Ну, в разрешенных, конечно, местах. То есть, сюда не надо. Ведь его лицо – это не шар для боулинга. А вот, например, на грудную клетку или на плечо или на локоть. Вот сюда вы можете спокойно поставить дополнительную точку контакта. И это для партнеров всегда означает, что вы что-то делаете сами. Почему? Потому что вы сами создали эту точку. И, наверное, это для чего-то вам нужно. То есть, например, вы хотите здесь задержаться подольше, вы не хотите уходить отсюда. Или же, например, вам нужно здесь поддержку, вы хотите уйти в вес. Тогда дополнительная точка контакта партнеру заранее подсказывает, что вы что-то задумали. То есть, важно сделать не только понятно, но и вовремя. Если вы сделаете это поздновато, партнер, скорее всего, даже если он поймет, он не успеет среагировать. То есть, ваша задача, партнерша, делать как и ведение партнера происходит заранее, так и ваш перехват инициативы происходит заранее. Теперь, что же делать, если, например, давление по каким-то причинам недоступно, тактильный маркер, не дотянешься, натяжения нету. Что же делать? Когда партнер вас ведет, в основном его два пальца, а может быть и больше, находятся в вашей власти. Потому что вы фактически их трогаете. Если вы начинаете постепенно, но уверенно сжимать пальцы, для партнера это тоже сигнал, что там что-то происходит. И надо на вас обратить внимание. А уже потом, когда он почувствовал, повернул моську, есть шанс сделать практически все, что угодно с ним. Единственный момент, это сработает только если для вас не характерно вот это движение делать постоянно. Если вы просто всегда в танце постоянно сжимаете кисть партнера, конечно, это не будет какой-то дополнительной информацией для него. То есть это сработает, если в течение всего танца у вас кисть спокойна, а потом вдруг, где-то вот разово, да, вы начинаете эту кисть сжимать, тогда он, конечно, поймет и среагирует. Еще, девчат, постарайтесь, пожалуйста, разработать тенденцию к тому, что во время перехвата инициативы ваше усиление действия происходит плавно, но уверенно. О чем это я? Когда вы резко начинаете использовать натяжение, давление или сжимать пальцы партнера, то для мужика в большинстве случаев это означает не то, что вы хотите что-то сделать, а то, что вы падаете и вас срочно нужно спасать. Тогда мужик обычно принимает позу обезьянки и думает о том, как бы не убить. Итак, давайте на примере некоторых элементов мы попробуем продемонстрировать, что можно делать, а что делать не стоит. Я буду заводить Татьяну в стандартные паттерны, которые заводят постоянно мужики, осознанно или неосознанно, а Татьяна будет транслировать какую-то мысль. Итак, начнем с верхнего спинка ворота, раз мы уже его затронули, да? То есть я поднимаю руку, даю давление, а Татьяна использует... Я здесь буду использовать тактильный маркер левой рукой. Например, могу поставить на плечо и удерживая здесь коннекшн, могу уйти в натяжение. Плюс, заметьте, партнерша сейчас сделала силовой хват. Для меня это тоже маркер, означающий, что что-то пойдет не по плану. То есть стандартный хват у нас был просто вот такой, переходя в более сильный хват и как раз сжимая кисть партнера, я показываю ему, что я хочу здесь уйти в натяжение. И мне, возможно, здесь понадобится его помощь, потому что я делаю не просто позицию, а контр-баланс. Да, помните, что кроме этой позиции есть еще одна, если она возникает в вашем танце, то, мужики, держитесь. Скорее всего, партнерша даст чуть ли не весь вес, да? Потому что это самый сильный хват, который вообще, в принципе, существует. Итак, натяжение, смена хвата плюс дополнительный тактильный маркер – это те три информационные точки, через которые партнер заранее понимает, что я собираюсь что-то делать. И только после того, как я использовала все вот эти инструменты, потом я могу уже спокойно уходить весом и не бояться, что я сорву партнера или что он меня не понял или не готов. То есть, в принципе, глобально, делая какой-либо перехват инициативы партнерши, вы должны сделать это настолько явно и понятно заранее, чтобы это не только партнер понял, а чтобы вот зрители самых дальних рядов, глядя на то, что вы делаете, тоже поняли, что сейчас будет. Вот тогда это хороший перехват инициативы. Отлично. Идем дальше. Партнеры постоянно, каждый день вращают своих ненаглядных по принципу OneFoodSpin. Давайте внутри этой формы тоже послушаем, что вам расскажет Татьяна. Например, после OneFoodSpin очень удобно уходить в рай. Что можно сделать для этого? Здесь надо обратить внимание партнерши на позицию свободной руки партнера. Если рука доступна, то есть сейчас она находится у меня в зоне доступа, я могу забрать эту руку и, опять же, дополнительная точка контакта, плюс я замедляю, естественно, здесь вращение. Делая мах ногой, могу перевести партнера в рай. Обратите внимание партнерши на то, что это надо делать прям медленно, для того, чтобы партнер понял, что вы реально контролируете позицию, не падаете, а идете осознанно в какое-то другое действие. Плюс обратите внимание, что я меняю ногу. То есть если классический OneFood у меня был на правой ноге, то для перехода в right вот здесь, в моменте, когда я перехватываю кисть партнера, я встаю на левую ногу, правую ногу вот таким большим рондом, медленным, контролируемым. Я веду по кругу, создавая круговую инерцию, и только потом партнер поймет, что надо идти в right. На самом деле, я проверяла, вот конкретно этот переход, не все партнеры понимают. То есть иногда приходится прям уже силой их туда тянуть, даже если вроде как бы все понятно. Ну, на самом деле, сейчас, наверное, уже получше с этим, да, потому что, ну, все-таки сам OneFood уже распространился, да, его очень многие делают, да, и right это такой уже элемент, который можно и в баганоле видеть, да, спокойно. То есть, в принципе, сейчас, наверное, с этим будет попроще, но вот когда я только начинала тестировать этот перехват, сразу скажу, да, что далеко не все партнеры понимали. Вот, поэтому девчата, вот прям очень артикулированно нужно каждое действие производить, чтобы партнер точно туда зашел. Идем дальше. Практически любая теневая позиция, организованная так или иначе партнером, может являться? Да, здесь у вас вообще окно, то есть партнер зачастую изначально хочет, чтобы здесь что-то сделали. Как правило, это действие какое-то на месте, то есть вы можете какой-то футворк здесь сделать, да, вы можете сделать, там, если это slow, какой-то sexy действие, да, волну, он будет рад только, поверьте. Но если вы хотите именно перехватить инициативу, вы можете, например, отсюда начать движение. То есть если вы пойдете здесь вперед, это будет уже как раз ваша инициатива. И, конечно, для того, чтобы партнер это понял и подхватил, что я делаю? Во-первых, я сначала начинаю делать вот этот свивл, да, футворк на месте. Просто, чтобы партнер понял паттерн сам, что я делаю. И только потом, когда я уже показала, что сейчас будет, и партнер уже принял решение, будет ли он подстраиваться или не будет, ну, то есть, в принципе, он умеет это делать или не умеет. Ну, как вы догадываетесь, Михаил умеет. Удивительно, правда? Не очень хорошо. Там слишком сложно эти свивлы, блин. Я тебя прикрою, нормально. Столько технических моментов. Так вот, только после того, как партнер уже сориентирован, да, в том, что вы делаете, вы можете потихонечку усиливать. То есть вот здесь вы сделали парочек свивлов. Дальше можете начинать перемещать больше корпус вперед, усиливать натяжение в руках и перемещаться вперед. Да, то есть уже начинать делать свивл на перемещении. Тянуть за собой партнера. Если, девчат, если партнер не идет, то есть вот у вас натяжение все нарастает, нарастает, вы отходите, отходите, а он стоит, не идет. Он имеет право на это, он, как бы, может не хотеть идти вперед. И вот тогда не надо пытаться его силы туда утащить. Как бы выходите. Значит, ваша инициатива на этом закончилась. Мы сейчас разобрали условно простые варианты, где партнер и так демонстрирует партнершу, то есть подразумевает, что партнерша может и в какой-то степени должна себя презентовать. А, например, если я возьму элемент, который тоже построен по принципу того, что я демонстрирую партнершу, но при этом он более сложный, потому что фактически нужно сделать и шаги, и перенаправление, и остановку. Как же здесь партнерша может перехватить инициативу и при этом не быть какой-то неадекватной? Партнерши, здесь у вас есть несколько вариантов и несколько окон внутри свеча. Первое – это как раз старт элемента. На старте элемента, если партнер никуда не торопится, и у вас есть хотя бы два счета там, вы можете удлинить эту позицию. То есть, например, зайдя сюда, вы можете уйти больше баланса назад, особенно если вы положите сюда вторую руку, это партнер проинформирует о том, что явно сейчас что-то поменяется, и создать контрбаланс, например, тазом назад или в плие уйти подальше туда. Особенно это хорошо, если в музыке есть какое-то затяжение, или если вы понимаете, что сейчас будет новая фраза, вы ждете ее, и хотите начать активное движение вперед на новую фразу насчет раз, вы как бы партнеру этим помогаете, заполняя эту пустоту, которую получилось тогда, вот вы зашли в свитч, а там еще остались щита, что вы можете сделать хорошими, вот как раз заполнить эту паузу. То есть это у нас на начале, чаще всего это с помощью натяжения, либо дополнительной точкой контакта, либо ухода вниз, либо ухода в контрбаланс, то есть либо какие-то действия ногами, это может быть в ДВП, да, мах наверх, это могут быть какие-то украшалочки, ронды, то есть вот все, что, собственно, создает здесь, опять же, натяжение. Таким образом вы притормаживаете партнера и не хотите, да, чтобы он вас повел раньше. Если он повел, вы должны быть готовы пойти с любой позиции, даже если вы находитесь в контрбалансе или в ронде, где бы вы ни были, если он вас прям начал двигать, все, двигайтесь, не боритесь с ним, не пытайтесь доделать. Не дал доделать, ну, как бы сам дурак. Вы ему хотели помочь, он не захотел, все, значит, уходим. Дальше, следующий момент, где можно сделать что-то прикольное, это второй шаг. То есть первый шаг у нас классический, ну, здесь можно делать стайлинг, но он не будет у нас являться прихватным азиативом. А вот, например, на втором шаге, вот здесь, можно сделать шейп и затяжение. То есть вы можете здесь замедлиться, поиграв с ритмом. Опять же, особенно клево, если это хорошо ложится на трек, если в треке есть какая-то распевка вокальная или затяжение. Это будет всегда смотреться хорошо. То есть первый шаг классический. А здесь вы, уходя корпусом вправо, создавая, опять же, более сильное натяжение, уходя в плие на правой ноге, можете замедляться здесь сколько угодно. И это смотрится действительно красиво и понятно. То есть вот это один из самых простых перехватов и инициативы, понятных для партнера. То есть когда вы не просто меняете что-то, а именно просто замедляетесь. То есть замедление – это, в принципе, самый простой и понятный перехват. Ну, соответственно, шаг в замедление. А дальше, ну, на повороте не рекомендую особо что-то сильно менять. Да, здесь у нас может быть либо обычное шине, либо осевой. Ну, чаще шине, потому что двигаться надо. Вот. Ну, и дальше у вас перехват инициативы может произойти в этой точке. Значит, сложный перехват инициативы – это фриспин. То есть партнер, закручивая вас, он задает вам поворот вправо, и вы можете этот импульс продлить. То есть использовать это вращение для того, чтобы прокрутиться дополнительно еще оборот. Который, в принципе, партнер изначально не планировал. Вот. Здесь, конечно, перехват инициативы состоит в том, что вам нужно отпустить руку. Ну, чаще всего партнер удивляется, правда, такому перехвату. Вот. Но в последнее время, как бы, уже партнеры потихонечку начинают морально быть готовыми к этому действию. Здесь самое главное, девчата, чтобы партнер, когда понял, что произошло, уже в его руке лежала ваша рука. Он как бы удивился, он понял, что что-то произошло, но фактически он попал в ту позицию, в которой хотел оказаться изначально. И дальше уже партнер может делать различные варианты в конечной точке. В конечной точке у нас могут быть контрбалансы. То есть вот здесь вы можете уйти вниз прям, да, в контрбаланс. Вы можете наклониться назад, контрбаланс. Вы можете сделать ролл. Здесь вот я на ролле буду использовать как раз прихватывание руки, потому что другая рука мне... Ну, можно, в принципе, и двумя руками, но здесь немножко она мне дает больше свободы. Но если я вторую руку использую в ролле, или оставляю ее свободной, у меня корпус больше можно амплитуды выдать, поэтому лучше, конечно, одной рукой это делать, либо уйти практически там в мостик. Наверняка вы такой вариант тоже видели. Вот, это все делается как раз вот на натяжении, прихватывании руки. Может быть, использование второй точки, но она может немножко сковывать вас, поэтому я, как правило, не пользуюсь здесь второй точкой перехвата. Ну, и на самом деле есть еще сложный вариант контрбаланса. Это перехватить инициативу до поворота, да, то есть вот вы здесь прошли степ-преп-поворот, и вот здесь чуть-чуть подальше отойти от партнера, утяжелиться, опять же, в руке обязательно, и здесь уйти в контрбаланс. Это красиво, но это прям сложно. То есть это надо успеть сделать, прежде чем партнер вас развернет обратно, а поскольку часто это быстрое действие, да, то есть редко партнеры там тормозятся, хотя такое тоже бывает, вот как бы это тяжело успеть. То есть легче, конечно, уйти уже, когда он вас сюда вернул, вот здесь уйти в какую-то более сложную, интересную позицию проще, но иногда партнеры готовы, да, к контрбалансу, когда партнер еще находится к ним спиной, и тогда здесь можно создать очень интересный и красивый вариант хореографии. Но опять же, заранее партнеру дать об этом знать. Давайте еще попросим Татьяну на примере концовки свеча разобрать ситуацию, когда партнерша, например, ушла вниз, да, и оттуда ей надо как-то выйти. Понимаешь ситуацию, которую надо создать? Итак, партнерш, в вашем перехватной инициативе также может быть смена уровня, в том числе в свече. Например, вы начали классический свеч, и сейчас, понимаете, сейчас будет акцент, акцентище. Если вы просто выйдете, вы пропустите этот акцент. Поэтому здесь, как вариант, можно уйти вниз. То есть, вращавшись на правой ноге, вы можете уже в процессе поворота уходить в более низкую позицию. Естественно, когда вы уходите вниз, у вас всегда будет усиливаться натяжение с партнером. Единственное, опять же, надо делать это постепенно. Если вы очень резко это сделаете, для партнера это травмоопасно, ну и не очень-то понятно. Вот, то есть, опять же, постепенно, да, вращаясь, постепенно уходить вниз. И дальше обязательно сохранять вот это утяжеленное состояние, чтобы он не мог вас выдернуть. То есть, если вы отдадите плечо и руку, то, скорее всего, он вас просто рвет. То есть, ваша задача быть прям тяжелой там внизу, сохранять максимально связь локтя и лопатки. И вот тогда вы сможете спокойно там встать. Ну и партнер, опять же, поймет, что вас надо подождать и помочь вам выйти из этой позиции. То есть, вот вы оказались внизу. И вот я прям сильно даю натяжение, да, для того, чтобы меня было оттуда трудно вывести сразу. Потому что я еще не готова идти. Я нахожусь там вот в такой позиции, как бы, ну, не очень-то для шага. Теперь, мужики, информация для вас. Если вы увидели, почувствовали, что партнерша перехватывает инициативу, то ни в коем случае не надо переживать по поводу. Ваша задача фактически оказываться продолжительное время в той позиции или в той точке, в которой вы изначально пришли до самого перехвата инициативы. Потому что у партнерши всегда есть правило. Если она перехватывает инициативу, у нее есть идеи, как зайти, что сделать внутри и как она будет выходить. То есть, фактически, она вам должна предоставить ту форму или ту позицию, в которую вы приходили и без перехвата много тысяч раз. И совершенно спокойно знаете, что оттуда наша любимая кросс-американка условно тоже доступна. Дорогие партнерши, для того, чтобы ваш перехват инициативы только лишь улучшил ваш танец и ни в коем случае не ухудшил, очень важно продумать все действия, которые вы собираетесь выполнять. Самое главное, это, конечно, выход. Если вы оказались в какой-то супер хитрой, сложной позиции, в которую вы сами же залезли, партнер не обязан вас оттуда доставать. Это совершенно не входит в его планы и обязанности тоже не входит. Задача партнерши, если есть вход, надо придумать и выход, и понимать, как вы вернетесь в какую-то базовую точку, с которой партнер может продолжить свою классическую хореографию. Сегодня в очередной раз постарались поделиться своим опытом и знанием для того, чтобы ваши танцы на любой площадке становились только лучше, логичнее и симпатичнее. А все это во многом благодаря тому, что вы нас поддерживаете добрым словом в комментариях и, конечно же, активно используете донат-формат. Поэтому, если вы хотите поддержать нас, то обязательно пройдите в описании, там есть все необходимые ссылочки, чтобы поддержка была максимально ощутима. А также по нашему номеру телефона вы можете сделать перевод через систему, систему быстрых платежей. Мы вас любим!